Раздел особенно важен потому, что на наследие средневековой византийской книги непосредственно опиралась и русская книга, которая будет основным предметом нашей занятии и которая начнётся именно с византийских способов делать книгу. Но прежде чем говорить о книге, нужно сказать о собой Византии, о том, что это за страна, откуда она взялась, потому что в древних книгах её не было и куда делась, потому что сейчас её тоже нет и уже давно нет, примерно полнадцать тысячелетия. Дело в том, что к третьему веку новой эры Римской империи, очень разросшаяся, обещавшая практически всю Европу и большие части ближней передней Азии и даже Африки, потому что Египет вошёл в пределы Римской империи. В то же время кладила скупатку и уже с большим трудом управляла этим огромным, разрастающимся и очень противоречивым, благонациональным хозяйством, так сказать. В начале Третьего века нашей эры император Константин, Константин Первый, Великий, как его называют, перенёс столицу из Рима, что трудно было себе представить. В предыдущие века на восточную часть империи, к Босфору, в город, который тогда назывался Ризантий, и которому император дал своё имя – Константинополь. Константинополь стал столицей, столицей Римской империи, а в конце Четвёртого века империя разделилась на две части – на Западную и Восточную империи. Вот в восточную империю, столицей которой был Константинополь, и называется обычно Византия. Константин, кроме того, прекратил преследование христиан, которые в Римской империи не допускались и исповедовали свою религию тайной под угрозой казней. А вскоре и сам стал христианином и сделал христианскую церковь главной в стране, сделал христианскую религию фактически государственной. И, собственно говоря, с этого начиналась новая уже история средневековья, история средних веков в Европе. Я вам показывал ранние христианские книги в прошлый раз, в том числе книги на греческом языке. Ну вот, это диаскорит, лечебник, собственно, книга о лекарственных растениях с иллюстрациями, относящаяся к XVI-XVII веку, но вероятно являющейся копией более ранней. Потому что в рукописной книге, естественно, не тиражировались известными нам способами, а просто переписывались с более ранних. Вот, дошедший до нас здесь корид, видимо, не самый первый в своем роду. Это часть Библии, окрашенную пурпуром в пергаменте написанной, и вот иллюстрированной такими очень живыми сценками, из которых видно, что иллюстраторы, в конце концов, это рубеж античности и средневековья, рубеж античного искусства и византийского уже средневекового искусства, где художника, книжника в значительной степени интересуют сюжетные стороны Библии, рассказы, рассказы о библейских событиях. Этого посвящены подробные, очень живые, очень выразительные иллюстрации, и хотя они, так сказать, несколько стилизованы, упрощены, все-таки это еще в рамках, в традициях античного искусства, искусства, которым реальная жизнь была одним из важных предметов. Это... Слева это древнейшее известное... Что такое? Нет. А? А, вот что. Пойду, опять скачет. Самые старые греческие книги, слева Библия, так называемый Синайский список, четвертого, если не ошибаюсь, века, который, ну, древнейший из до нас дошедших, показывает, как выглядела греческая письменность вот в начале византийской эры. Четыре столбца, квадратные, почти приблизительно квадратные пергаментные страницы, идущие сплошь, почти без всяких выделений, глав, какие-то разделения, очень скромно повеченные в начале соответствующих строк, никаких книжных украшений, никакого, никакого структурного членения книги, еще нет. Это все перейдет, все перейдет. Шрифтом, или почерком, точнее, скажем, что рукописный, письмо этих книг был монументальный почерк, который называется Умциан. Почерк, происходящий от капитального римского письма, близкого к начертаниям на древних памятниках, на римских арках, но несколько уже изменившийся, более округлый, более подвижный, но все-таки каждая буква отдельно, каждый знак вписывается приблизительно в квадрат, в квадрат, промежутку между словами нет, все пишется подряд, поэтому приходится делать короткие строки, иначе в этом уже вообще не читалось. Отсюда эти четыре столбца. Справа, опять же, на пурпурном пергаменте, серебряными буквами написан и текст тоже, греческий уциал, который использовался в Византии примерно до IX века, потом появляется другая почерк. Впоследствии греческий уциал ляжет в основу славянского письма древнейшего, когда сами грехи, византийцы, будут писать уже иначе. Но об этом мы поговорим дальше. О самых древних книг до нас нашло византийских дневного. Значительная часть, тем более книги иллюстрированные, книги с изображениями святых, с христианской иконографии до нас могли не дойти еще и потому, что в VIII и начале IX века в Византии происходили достаточно сложные события в религиозной жизни, так называемые иконоборчества, когда одна из философских, так сказать, христианских религиозных школ сочла, что изображение священных предметов и людей невозможно, неправильно с религиозной точки зрения, потому что это чисто духовные сущности, которые изображению не подлежат. Значительное количество икон, фресок и, видимо, книг также было тогда уничтожено. Иконоборчество было преодолеет. Ну и дальше уже идет, восстановлены были первоначальные формы изобразительного искусства в книге и в ней. Ну вот, перед вами две рукописи написаны в Уциал, но слева это латинский Уциал, а справа, если не ошибаюсь, греческий. Похожие, но это все-таки разные. И вот, перед нами очень типичная византийская книга. Евангелие X века, уже развитое византийское искусство, после для творчества. Канонический текст Евангелия, Евангелия Марка. Святой Марк, Евангелист Марк изображен на левой стороне разворота. На правой начинается текст. Видите, уже появились определенные членения текста и украшения его. Над текстом заставка в виде буквы П, более типичная для византийской книжности. Она заполнена характерным ранневизантийским ордаментом, плотным растительным ордаментом, который в то же время введет в четкие геометрические формы. Но это геометрический прямоугольник. Прорастает в сторону цветочками, листиками и крестиком наверху. И этими выпускаемыми до поля деталями как бы связываются со всей плоскостью пергамена. Распластывается по нему и подчеркивает плоскость листа. Средневековое искусство вообще в значительной степени плоскости тяготеет к плоскому изображению. Не очень знакомо с передачей пространства в изображении, не очень оно нужно и не очень понятно. Как в древней математике отсутствовал ноль, так же и пространство. Оно не могло быть изображено. Так как ноль это отсутствие числа, а не число с точки зрения древнего математика, а с точки зрения древнего художника пустота неизобразима и изображать ее незачем. Вещи, которые разделены в пространстве, могут быть в изображении сдвинуты, сближены, а то, что между ними как бы не считается, его можно пропустить. Почерк, которым написана эта книга, мы его увидим поближе, он будет виднее. Это уже не он целый, это другой почерк. Почерк этот называется греческим Минуского. И происходит от не книжного письма веков, от рукописей так сказать, либо канцелярского, либо бы того. Где-то в 9 веке, до часа 10-го, этот почерк вытесняет старинный пуциал, потому что, во-первых, он легче пишется, он быстрее. Это слитный почерк, перо не отрывается от бумаги, переходя от одной буквы к другой. Зато слова в нем уже разделены и в этом смысле, и поэтому читать его легче. Унцел используется по-прежнему в подписи, как видите, там написано «Маркос», имя святого и апостола, и заглавие Евангелие, которое вставлено вот в рампе в Винчинке. Евангелие он, а и Маркос. Евангелие от Маркос. Появились индициалы, довольно еще скромные, но нарядные, украшенные, цветные. Мы увидели потом и цветные книги, и не было цветного изображения, но ясно, что и заставка, и название Евангелия, написанное, возможно, золото, и фон у миниатюры тоже за зато. Обогащают старинную книгу, делают ее произведением искусства, причем богатым произведением искусства, вариантом, торжественным. Книга употреблялась в богослужении. Она сама есть предмет священный для христианина, и поэтому к ней относится так же, как относится к предметам, к священным предметам, употребляющим церковным обиходам, к литургии. Евангелие читают в церковном обиходе литургии, и в этом же написано, что предмет священный. Это, я говорил о том, что одно из качеств книги, это ее предмет, предметная характеристика того, что человек может взять в руку, смотреть с разных сторон, ощутить на вес. Средневековая книга вообще, и в эзотийской частности, это предмет очень добротный, в смысле материальности, ремесленного качества изготовления. Она изготовлена из пергамена, который гораздо плотнее, прочнее, тяжелее, знакомый нам губами. Это толстый лист, прочный, упругий, весовый и долговечный. Переплет делается из доски, обтянутой кожей, а в богатых служебных экземплярах на него набивается, переднюю крышку набивается металлический, ювелирный оклад, или в Бизантии это было распространено, оклад из слоновой кости, очень дорогого и ценного, редкого материала, резной, то есть скульптурной, собственно, украшение имеет книга, скульптурная и ювелирная. И входя внутрь, мы оказываемся перед текстом, который читается, отчитался текст и в богослужении, но часто и в буту, слух слушателю, читали птицову слушателю, священнику пастве, и даже для себя в Древней Греции, в Риме, и, возможно, и в Византии, особенно в Риме, читали слух, потому что отношились к тексту, но вероятно так, как мы относимся к нотам, они не музыка, а только возможность сделать музыку. Вот текст написан, фильм, деталь написан, и текст — это все-таки только возможность сделать звучащее слово, произвести звучащее слово. И это важно понимать, когда вы имеете в виду текст. В развитии христианской культуры это качество изменится, отпадет. И это скажется и отчасти в каком-то смысле на внешней стихнике и скажем даже на иллюстрации. Вот изображен святой апостол Марк, автор ангелия. В начале изображения четырех и логинистов вплетались в книгу в начале текста, потом стали ставиться перед каждым евангелем, связываться с ней непосредственно. и в сравнительно ранних руководницах, это десятые века, и в самое раннее, но относительно раннее время, выявили фигуру в рост. Эти фигуры в рост восходят к древним и отечественным изображениям ораторов, которые вот говорят со стихами. Он держит книгу в руках, это та самая евангелие, и вот стоит и готов говорить. Ассор потом будет уже поза его изменится через дворкие старицы. Что еще надо сказать? Античный костюм тоже происходит от более ранних изображений. И фигура в одежде с пластичными складками, с более-менее правильными пропорциями, хотя уже не очень ловко в движении, несколько застылая. Находится как бы на полупути от изображений, античных к средневеков. И в византийской традиции, а затем в воспринявших эту традицию в культурах Востока, ближнего к Византии, в Востоково, в сирийской культуре, в грузинской культуре, в армянской культуре и в славянских культурах, будет унаследована эта же античная, хотя и постепенно видоизменяемая в процессе развития традиция. Мы потом увидим, что было там, где эта традиция не была воспринята. И, как мы видим, значит, вот в заглаве и в подписи сохраняется еще более торжественный уциал, уже не как основной шрифт книги, как шрифт, шрифт заглави, украшения, как шрифт разделителя и... Да. Страница античная, византийской рукописием, здесь мы можем четче видеть, как выглядят написания греческий минускум, то есть шрифт, который пишется уже не по двум линиям, верхней линии и верхней, как в майюнской шрифте, а вот сразу шрифт, в основном майюнском, хотя здесь с небольшими уже отступлениями, а здесь минус, который включен, собственно, между четырьмя линиями, потому что он имеет много выносов, отдельные буквы движутся с выносами вниз, и вверх, или в одну сторону, везде, везде. Это легче читается, глаз легче схватывает знаки, выходящие за строку, и они помогают читать быстрее и лучше, быстрее, легче освоим идти. Здесь мы видим, что меняется и само заполнение листа, фигурки святых с ним, символом сияния вокруг головы, выходят на исписанную страницу, и тем самым позволяют придать самому тексту крестообразную форму. Это имеет, конечно, символическое значение, символ христианства, и разнообразие художественное решение книги, которое было в Византии уже развиты, но очень разнообразно. Это не единственный способ украшать страницу изображениями, они могут чередоваться с текстом по-разному, разными, в разных композициях, которые не были кадоничными, которые, так сказать, должны, как и писец, могли варить. Ну, смена почерка – это смена ритма. Если первое явление, которое я показываю, было замедленным, торжественным, величавым, ментальным, то здесь мы видим гораздо более живой ритм, гораздо более такое быстрое и легкое восприятие текста, самоотношение к тексту, по-видимому, в какой-то степени от этого меняется. Так. 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 Как это будет? уши прикрыть. Сейчас. Сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, свиток. И это уже поза пишущего человека. Теперь обождествляется не оратор, а автор писаного текста. Он пишет на свитке, хотя давно уже употребляются кодексы. Но это тоже традиция. Свиток через некоторое время вскоре сменится кодексом, в котором будет работать. Здесь несколько другой тип заставки. Квадратный песок введения заглавия внутрь заставки. Заглавие делается отдельной строкой красного цвета. Здесь, впрочем, и текст красный, но бывает чаще, когда текст чёрный. Заставка всё-таки... Это текстовая заголовочная строка. Всё-таки красная. Отсюда и дальше терпит красная строка. И сами буквы сливаются. В ней не орнамент. Здесь они ещё стоят, в общем, отдельно. Хотя и заходят одна под другую. Потом это будет развиваться в русской книге, особенно в славянской азбуке. Больше вертикальных стадов в буквах. И там бывает сплошной такой частокол тесно составленных, иногда почти до полной нечитаемости, слившихся в одну сплошную орнаментальную строку букв. Инициал получения сюжетного решения. Он состоит из группы животных, которые как-то соотносятся друг с другом. И вот это уже такое... Архитектура фонда изстаёт. Достаточно условно и упрощено. Средневековое изображение развивается в сторону большей символичности и условности изобразительного языка. Меняются пропорции фигуры. Если вы примете, то увидите, что крошечная головка на довольно длинной фигуре. Это всё черпит относительно к эстеризации. Очень красивая заставка с типичным изантийским орнаментом, в котором есть вид такого ковра, с табаками, с процветающими в сторону, как бы вырастающими в основании дерева, в котором сидит птица или другие птицы, над заставкой. Всё это очень типично для византийской богослужебной, богатой... Ну, нужно сказать, что, конечно, большинство книг не имело такого роскошного решения, что были книги без иллюстрации вообще и без орнамента. Хотя, тем не менее, постепенно развивается способ разделения текста необходимой части. И книга, благодаря каллиграфически написанному шрифту, благодаря качеству ансамбля Букерьяна, которая была сделана, всё равно остаётся произведением книжного искусства, а не просто, так сказать, записанным текстом. ДАНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут passiert ещё несколько секунд, но в моей части не предлагает обувь фильм었던 commend, если показать вамcat мой judgments doğru в том числе как проявляется орден太 Ob тому и христианинский м mehrere. Еще одна византийская рукопись, тоже Евангелия. Это книга называется «Апостол», это деяние апостолов. Так и называется «Апостол». Что здесь важно? Опять же, святой со свитком, который он пишет. Это изображение столика письменного и письменных принадлежностей на нем входит в миниатюру. И сама миниатюра дарианного управления, заставка уже знакомого данного типа. Но текст, как мы видим, занимает всю плоскость разворота. Дело в том, что, собственно говоря, текст книги – это вот эта часть, соответственно, и миниатюры симметрично с этим текстом, а все остальное – это комментарий, который пишется на полях. Так что книга уже становится каким-то диалогом детских текстов, предметом работы, предметом изучения. Комментарии могут переноситься из предыдущего списка и быть таким образом частью книги. Но, может быть, их написал владелец книги, который решил, как сказать, свои мнения, свои размышления о священном тексте вынести на его поля. Бывает, что и несколько слоёв следует один за другим. То есть, есть основной текст, скажем, невабельский, чей-нибудь знаменитый комментарий, какого-нибудь известного богослову, или даже святого, и ещё один текст, уже принадлежащий владельцу в написании. Все они разделяются либо размером почерка, как здесь, этот крупный, этот поменьше, а иногда цветом. Комментарий могут быть написаны красным цветом. И так далее. Спасибо. Так, книга XI века, «Минология», «Жития святых», это детская иной тип педиатюр, который вмещает много изображений, многих людей, но они даты не в каких-то сюжетных соотношениях, они идут правильными видами, каждый отдельно, как представляется, представлен использующего эту книгу, читающего ее сам по себе. Очень торжественная и композиция. Большой формат, большая книга, книга XI века. Византийская культура Просуществовала до середины XV века. Империю киснили вороны. С разных сторон от нее отгрызали куски. То арабы всего расцветают в восьмом веке. Арабская культура захватывает Палестину и окрестно Сирию, а Египет – окрестно землю. Потом приходят турки, они идут с востока и тоже постепенно называют сначала окраиной империи, а в середине XV века доходят до Константинополя. Константинополь взят в страшных днях, как тогда полагалось, и империя прекратила существование. Город перебенок в Стамбул. Не существует до сих пор. Столица уже другой империи. Не христианской, а мусульбанской. Мусульбанской порты. Искусство мусульбанской. Мусульбанской книгой мы заниматься в этот раз не будем, потому что это главная тема наших занятий от русского времени. И дальше не оказывало такого влияния на русскую культуру. А посмотрим, что будет делать в другой части мира. Ну вот, в тех местах, куда не дошли античные традиции. Я говорю, что вот все эти изображения в значительной степени доверенные античные традиции, это может показаться странным. Что здесь античным? Ну вот там, где такой античной традиции не было, те же персонажи, вот апостол, скажем, пишущий Евангелие, трактовался, как видите, совершенно иначе. В сущности говоря, это та же сцена, которую мы вот несколько раз видели. Апостол за сочинение Евангелия. Ну это сделано на окраине Европы, на дальнем западном ее конце, на острове, к тому же, это Ирландия. Ирландия в восьмом веке, тоже христианская уже страна, где много монастырей, переписываются книги, но эти книги впитывают наряду с христианской тематикой, наряду с языком, это латынь, в отличие от Византии, которая охотно давала тем странам, которые она присоединяла к себе, брала под свою власть и христианизировала, она им давала богослужение на их языке. Священные книги переводились, сочинялась азбука, славянская, грузинская, аргянская, это все отпрыски в византийской культуре, и переводились в священные книги. А в западной части христианского мира, подчиненной Риму, римскому предосвященному, все страны получали книги на незнакомую латынь, и все было служение, делалось по латыни, по латинским книгам. Вот и эти книги были написаны по латыни, но вместе с тем они совершенно не походили на то, что делали стран близких к тому же Риму. Кельты, Ирландия была населена и кельтами, сохранили в значительной части свою дохристианскую, еще варварскую культуру, традицию варварского прикладного искусства с плетеными ордаментами, с сложными для переплетениями, с изображениями животных, с плоскостью, с предельной плоскостью изображения. Действительно, в византийские книги по сравнению с этим изображением кажутся объемными, пластичными. Здесь господствует графика, раскраска и ордамент, который проникает в само священное изображение. Ордаментальную рамку мы видели в византийской книге, но здесь рамка становится чуть ли не важнее. Самого центрального изображения, в нее входят несколько изображений христов, по сторонам, то есть она получает христианскую символику, но эта христианская символика заполняется вполне варварским, вполне таким кельтским ордаментом. В Евангелие, это Евангелие здорово, тоже восьмой век, ходят и целиком заполненные ордаментом, такие ковровые страницы, ордамент. Ордамент, возможно, имеет какую-то символику, но для нас она уже не шифровая, а, скорее всего, и нет. Скорее всего, это чистое выражение национального состояния художника. Справа текст, текстовая страница того же Евангелия, с очень богатым инициалом. Иногда инициал заполнял целую страницу, а текст начинался со второй буквы текста, но он начинался с заседней страницы. Инициал тоже весь ордаментом. Инициал, в котором написан текст, крупный, учетливый, тоже получает какие-то нарядные ордаментальные черты. Особенно в заглавных страницах, которые будут сводить пластичную ордаментурусию. Ордаментальная пластика этих рукописей иландских оказала влияние и на материковую Европу, потому что труды иландских монахов, они были очень трудолюбивы в изготовлении книг, попадали и в монастыри центральной Европы. Расходились, то есть катоков каких-то, странствующих монахов, попадали в другие монастыри и оказывали влияние на европейское средневековое искусство. Вот еще одна страница Ирландской книги 8 века. Это тоже Евангелие, начальная страница одного из Евангелий, с инициалом. Но тут украшена буквально каждая буква страницы. Ну, разумеется, это только первая страница Евангелия, так богато украшена. Дальше идет более-менее обычный текст, но введение цвета, орнамента, который заполняет все пространство между внутри знаками. Изображение животных, которые в общем вряд ли имеют сюжет или хотя бы символическое значение. Какие-то странные звери, породы которых трудно определить. Все это вот такое вот слияние христианской символики, христианского текста с варварским вкусом, с киевской декоративной народной традицией. Еще одна начальная страница с огромной во всю высоту инициалом и с нарядно раскрашиванием. Веселенькими буквами. Это может нравиться детской книжкой. Сейчас так могли бы детскую книжку опорнить. Может быть и так нарядно и богато. Но для кельтов это была дать божеству, дать цветом, пластиком. Эти буквы очень пластичные. Вот такие нарядные черта. Их характерные зименьки, и некоторые буквы, и хвостики. Расширение на концах штриха. Такое вот типично ирландское искусство. Очень часто вплетается в каких-то... Нету здесь такой страницы. Часто вплетается животное. Изображение животных, которые переплетены друг с другом. Которые кусают друг друга. Иногда изображены змеи, в которых нет хвоста. Две головы с обоих сторон. И обе головы кусают какую-то другую змею. Или других змею. Все это кишит. Какие-то такие вот... Сплошные ворда. Это совершенно особенная страничка в истории книжного искусства мирового. И при некоторой наивности этого искусства, оно очень деперативно и очень нарядно. Ну, здесь у нас просто сопоставление двух почек. Об этом мы сейчас будем говорить, а это уже такой вот ворда. Где же мы с ней видим? Что вы? Пробую систему связаться. Пробую систему связаться. Пробую систему связаться. Пробую систему связаться. В норвеже 8 и 9 века в западной европейской книге происходит перелом. Ну, отчасти схожий с тем, который произошел в Византии при переходе от узала к минусу. Это была действительно значительная и переломная эпоха в западной европе. Французский император Карл I, Карл Великий, его называют, король Франков. Он был просветителем, интересовался античной культурой. В это время переписываются некоторые античные книги, что потом имело определенное значение до истории книги, позднейшей, хоть до наших дней. В это время появляется новый почерк, который в книгах пишется европейская книга. Это минуску по имени Карла, это династия Каролингов, а почерк называется Каролинговским минуском. По ошибке он лег в основу того шрифта, который используется до сих пор, в основу европейской античной книги. Какая ошибка? А какая ошибка? Это я расскажу. Подойду. Переход от моюшкула к минускулу в венчистом языке, в латыни. Что-то подобное происходило и в арабском языке. Это тоже от фонументального, пребоугольного, капитального шрифта, переход к пластичному и подвижному. Это более сложный, чем в европейских письменностях. По-видимому, это такая законоверность развития шрифтового искусства, шрифтовой культуры. Под Каролинговским минуском тоже шрифт подвижный, быстрый, относительно, конечно, быстрый. Легче читаемый, может быть, даже, чем в моюшкулу, потому что словарные среды появляются в знаниях над строчной. В греческом, вы, как видите, их очень много. Раньше их нет. Выходят на поле инициала. Здесь заводят и скромно, а то они будут еще украшаться. То же самое и в Греции. Ну, картика, видите, это, опять-таки, пишущий, пишущий юнгерист из одного из европейских евангелий. И, по-моему, какого-то лета, кива девятого лета, к конопу относится и этот видюшку пишущий. Но в Каролинговском, в начальной строках какого-то текста, написано, как видите, в Париловском, написано, он ценно. Это еще начальный период развития нового книжного искусства. Ну, это перерисовка. Это не фотография из Польской книги, это приблизительная перерисовка. Но вот так выглядел разворот Каролинской книги. Он очень наряден, гораздо легче, чем ирландские, перегруженные, сплошным плоским орнаментом. И в нем идут сочетания самых разных шлифтов, разных почек. От капитального римского начертания, это триумфальный харок, до лидовского. Через унициал, через позднеримский унистический шрифт, который тоже где-то, кажется, был. И вот это нарядные, процветающие, сложными, распускающимися и перепутывающимися цветами унистерий унициалов. Очень красивая, очень долевая и легкая книга. Книга гораздо более подвижная, унициальная и особенно перегруженная, она ведь тебе, ирландская. Книга. 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 В XI веке уцал начинает меняться, потесняется несколько иными начертаниями. Это готика. Это, кажется, казалось, что всякие вытянутые литеры, вытянутые, тесные, сжатые строки происходят от подражания готической архитектуре. На самом деле, дело было наоборот. Шрифт появился раньше, чем готические формы, как вошли в архитектуру, это, видимо, отвечало, появился он по друбничею. Во-первых, изменилась заточка пера, от этого изменилась форма начертания, появились некоторые переломы в начертании знатных. Вот наверху красным показано, как меняется буква от минускульного королевского начертания в направлении готики. Она сужается, вытягивается и строится на изломах формы. Вот с одной стороны изменилась заточка пера, может быть, это было уже следствием необходимости сузить и, так сказать, удеснить букву. Увеличивается емкость страницы, пишут все еще на пергаменте, который дорог, и просто кожи не хватает. Увеличивается и для многих других душ в тогдашнем хозяйстве и стараются написать как много более сжато. Ну вот, графическая страница. Это немецкая рукопись, латинская, ну, из Германии происходящая была латинская рукопись. 13-го века, а вот как выглядит готическая книга, тоже 13-го века. Происходит характерная и длительная эволюция орнамента. Это вот характерный орнамент 13-го века, такой, лованные какие-то стебли, которыми прорастают поля. И человеческие фигурки, которые не являются иллюстрацией книги, которые являются просто, ну, вот там мы его прошедем. Они очень живые, иногда даже озорные. То, что книга священная, этому, кажется, не мешает, или они ей не мешают. Это отдельно. Украшение само по себе. Текст сам по себе. Инициалы. Вот здесь они вошли внутрь строки, заполнили. Текст сам по квадратик. Вот инициал цветной, украшенный, наполнен тоже, как часто, каким-то изображением, которое либо заполняет букву, либо само становится буквой. Ну, наверху, несколько более позднее, изображение монаха, который пишет. Отрепка 16-го века. Она, видите, пространство, да, совсем уже не средневековое. И очень подробная, зато очень подробная детализация. Тель, которой она заливается, общественную трубу, переписывание. Как происходит эволюция? Что вы говорите? Эволюция, как происходит? Ну, вот, свидетельное, да, пешку и короткий значок на торговле, да? Или какие-то требования, за счет каких-то требований просто подвергают? Нет. Ну, вы знаете, никаких таких установок, как надо писать, в общем, видимо, не было. Происходила естественная эволюция в процессе письма, которая отвечала и каким-то непосредственно нужным, ну, во-первых, ускорению самого письма. Когда писать начинают больше, когда потребность в текстах становится, потребность в текстах расширяется, начинают писать быстрее, и вот маюску переходит в медузу. Он пишется быстрее. Какие-то стилевые, да, вот емкость страницы тоже отчасти зависит от того, каким почерком пишется текст. И вот в готике, в готике стараются сделать более емкий почек, вырабатывают. И, наконец, конечно, большое значение играют чисто стилистические потребности. Тоже, по-видимому, в это время не очень осознанные, ни в какую теорию ей переходящую. Скажу, что теории какой-нибудь готической книги или теории Каролинской книги не существует. Это вот работа писца, ремесленная работа, человека очень грамотного, но все-таки ощущающего себя в защитной стихии мастера. И это вот его мастерство, оно, пусть понемножку развивается. Иногда где-то вот это развитие дает какой-то уже переход в новое качество, в новую систему письма, в новый тип почек. Сознательные изменения произойдут вот на следующем этапе, до них я скоро дойду. И то же самое происходит с орнаментом, который, ну, я не стал подбирать картинки и прослеживать всю эволюцию орнамента, скажем, с XII века до XV. Она сводится к тому, что этот крупный орнамент становится более мелким, дробным, заполняет целиком поля. Включает в себя наряду с элементами таких условными, чисто традиционно декоративными условными элементами, включает в себя элементы очень живого наблюдения природы. Такие совершенно живые цветочки, ягодки, землянички появляются. Это уже в 15 веке. Ну, мы сейчас увидим одну такую книгу уже как результат этого развития. Я перед бочкой хотел показать еще одну вещь, я ее пропустил, сейчас я перегонусь. Так, вот. Развитие готической миниатюры и книги в целом. Это XIII век, это XV. Что об этом нужно сказать? Готический письмо имеет много форм. Это, видите, совершенно другая форма, чем та, которую вы видите. Заразу более такая пластичная, менее угловатая. Ну, подробно мы их разбирать не будем. А сейчас поговорим об иллюстрациях. Планцузский миссал, житей святых. То есть, миссал – это, значит, богослужебная книга, с которой записан от Мерса. В XIII веке. Вот типичная иллюстрация на библийские темы, изображающие святых с элементами истории, которые происходили. Выкидутые, характерно изогнутые фигуры напоминают статуи готических соборов. Они держат свитки с текстами своих пророчеств. Видите, свиток стекает вниз по полям, далеко выходя за пределы собой миниатюры. А этот, вот, другой миниатюры. Имена тоже записаны на них отрезках. Здесь. Изображение плоскостное. Хотя оно сюжетное, и здесь происходит некое действие. Но оно не уходит в глубину пространства, закрытую узорным ордаментальным фоном. Очень типичная. Фигуры начинают отживать, быть более подвижными, но фон отгораживает их от штаты за листом. Они все живут в пределах этого листа. Глубины за 1 метр. А вот здесь, 15, уже есть глубина, уже появилась пространство. Художник, который делал эту работу, уже был знаком и с итальянскими работами. Это уже эпоха народа в Италии. А во Фрации французская. Французская книга. Французская книга. В нём уже мы видим пространство, видим живую сцену, разговор местных фигур, Но книгу, эту самую книгу, которая здесь, в которой это и входит ее автор, и все вручают знатные пособия, королю Иисусу Церемонию. Это агрессивная церемония происходит в пространстве, которое уже загружено с верхним подиванием законов перспективного. Изображение объема, позы, несколько условных, становятся естественными. А все остальное – это плоскость, которая заполнена мелкой, тропкой, очень подвижным орнаментом, постепенно заполнена вся эта поверхность, но в нем есть сочинный телевизор, ну там очень журнится. И тут много таких. Какие-то цепочки растерянных, плющок бьются по узкой стороне, по узким морям. Животные, такой загадный ветвежон, ходят в поле, рисунка. Что не мешает тут же быть и героем. То есть символически соседствуются, где-то рисунка, которые занимаются. Миниатюра кажется окошкой, проделанной в этой вот сплошной орнаментированной поверхности. Посвоено, я скажу, и новым ритмом запомнил, когда-нибудь и инициал, в котором начинается текст, заглавие пишется красными чердилами. Это очень доятное и очень уже жизнерадостное искусство. Но в некоторой степени еще, как бы сказать, экректичное, потому что элементы разных способов видения мира здесь и более старые, и возникающие новые, здесь как-то соединены в одно довольно многословное целое. Часовник, или часоснов, французский, флаванский, XV века. Вот типичный образец такой поздних артических книг. Что это такое? Это вот книга в это время, что-то говоря, впервые, становится, не все никак, но определенные эти книги, становится личным, интимным предметом, предметом роскоши в неизвестной степени, но и предметом, так сказать, личного общения с божеством, со святыми, с священным. Это болитвенник, который маленького размера, рваный уточник, который носили с собой, который мог служить подарком знатной женщине. Вновременно и роскошная вещь. Золоченый переплетик золоченой кожи, вот мы видим, что золото поблескивает, застежки по краям переплета. Но нарядные, очень нарядные, 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 заполняющие все поля, пустоты здесь не остается. Это искусство, буквально, боится пустоты, боится свободного пространства. Все это заполняется, либо нарядные, либо изображения. Рассказки очень странные выглядят в таком, трагическом изображении. Честа давали в таком, цветном и нарядном окружении. Ну, тогда, казалось, поздно. Тут, опять-таки, всякие экзотические животные, птицы, для ветвях. Все за спиной. Обычно такой маленький часовый слон состоял из двух частей. Одна часть была стандартной. То есть она писалась для всех. То есть там был календарный текст с обозначением церковных праздников, соответствующий к нему комментарии. И эти вещи делались в мастерской, вот одна за другой. Копировались с одного образца в большом количестве. Но потом к нему присоединялся кусок, который специально предназначался тому человеку, которому это будет подворено и которому это наказано. где будут уже люди, его какие-то памятные дни, его святые покровители и так далее. И это вот все соединялось на такую интимную книжку. Книжка становится другом, интимным другом человека. И это бывает в каком-то уже новом отношении. Книги и новые формы. Ну давайте сделаем интеллект. Одним из ее в артах. Книги. Было то, что возродился активный интерес в античной культуре. Ну, возродился он в достаточно узком кругу людей, которые, видите, называются гуманистами. Слово это, чтобы понимать, не в том смысле, как оно подъявляется в современном языке. Слово это означает, так сказать, определённое отношение человека к другим людям. Сочувствие, желание быть. Работать на благо других людей. Это слово, этот кирпич противопоставляется интересам религиозным, религиозным философским. Это означает интерес к светской культуре. Культуре не антирелигиозной, но не подчинённой религиозным вопросом исключительно. Если в Средневековье была эпоха, превладающая господство религией над всеми областями культуры, все они развивались в религиозных рапах, церковных идей, то куманисты, возрожденческая итальянская интеллигенция начала интересоваться вопросами не церковными, вопросами, скорее всего, основовым культурным, общим культурным. Они стали интересоваться вопросами чурологии, историей, древностью, древним искусством, особенностями жизни древнего вида, на той земле, где они жили, где остались в большом количестве следы этих давних веков, развалиды, памятники искусства, иногда сохранившиеся на поверхности земли, иногда выкапывая на каком-нибудь огороде, неожиданно. И эти интересы сформировались в отдельную целую культуру, культуру, прежде всего, филологическую. То есть возник интерес к древним книгам, преимуществу, к древним писателям, к древней литературе. И гуванисты начали собирать, они изучали, их интересовал чистый латинский язык, не тот уже сильно искажённый, который использовался в церковных книгах, прошедший за много веков, получивший ряд искажений. А первоначальный язык Сосерона, язык Цезаря. Вначале это была латынь, потому что, во-первых, они жили на этой же земле, а во-вторых, латынь. Итальянский язык был, в конце концов, тоже каким-то последовательным развитием латыни, изменением латинского. Потом греческих книгах, которые присоединились. Особенно после середины 15 века, когда эмигранты из разрушенной Туркопи Византии появились в большом количестве в Италии. Принесли с собой греческие книги и хорошее издание греческого языка. Старые. Так вот, стали искать древние рукописи, древние книги. Где их, значит, можно было найти? Ну, в монастырских библиотеках. Запыленные, старые, давно уже никем не читаемые, но содержащие сочинения писателей, которых знали только по слухам, по именина. От искать древние тексты и очень радовались. Вот один из таких искателей 15 века, начала 15 века, тот же Брачелине, знаменитый гумандист, филолог, отыскал какое-то баносельское библиотеке. Целую кучу таких книг, и вот, прочту отрывок из его письма, к Леонару Жустиниану, другому гумандисту. Он описывает письме свои, как он выражается, труды в досуге. То есть, это не служба, это не какое-то занятие в аппской канцелярии, где он трудился, а вот для себя. Труды в досуге. Вот описание на кодеке, библиотеки. Среди книг библиотеки мы обнаружили Квинтилиана, пока живого и здравствующего, хотя и покрытого пылью и грязью от времени и непрежития. Если бы только кто-нибудь обследовал ркасту, темницу, этих варвар, которые они заточают, таких людей, мы могли бы узнать о подобной же счастливой участи многих из тех, по которому давно уже были произнесены названные речи. «Я боюсь и уверен, что если бы мы вовремя не пришли на помощь, он, витериал, неминуемо скоро погибнуть, ибо невозможно представить себя, чтобы человек столь прекрасный, изысканный, элегантный, беженый и остроумный, смог бы долго выдержать убожественную грязь тюрьмы, в которой я его нашел, и жестокость тюрьмящая». То есть монаху, которые, если здесь небрежно, к старым книгам. Вид у него действительно был жалоб и несчастлив. Как и приговорённого к смерти преступника, с косматой бородой и спутанными волосами. Всем своё существо, протестующим, против гестерлигии его приговора, он, когда он спростирал нам руки, умоляя римлян избавить его от стой незаслуженной судьбы. То есть, ну, это, конечно, игра словесная. Но очень характерная игра. К книге относится как к человеку, как к её автору. Она приняла представитель, и на неё переносятся те слова, которые можно было бы сказать о самом авторе. Это метафора. Но метафора, которая очень характерна для кубанистов, для этих людей, для их искренней любви к древней письменности, к древней литературе, к древним людям, которые они, которых они, они всячески любят, и другой автор. и... что это были за книги, которые мне дошли? Ну, уанисты, которые, в общем-то, историю только собирались начать создавать, изучать и создавать, они это не знали. И геннадийные монастырские в библиотеки. Были переписаны монахами в пору раннего среднего и векове, где-нибудь в восьмом, девятом, десятом веке. Переписаны они были в Каролинске Медуску. Помните, что, я говорил о них сегодня, что в Каролинскую эпоху, в эпоху это не старые книги. Старые письма достигли, старые книги. И ну, уанистов эти вот старые книги, которые они дошли в лесовской меблиотеке, показались просто подлинными. Вот так думали они писали во времена Древнего Рима. Да, поэтому наши в Каролин решили, что книги, которые они дошли, и которые были написаны незнакомым почерком, мелким, аккуратным и подвижным, написаны греками, римлянами. Написаны римлянами, ну, не с обидами, может быть, авторами, многих современниками. И что это и есть греческая личность. И украшения этих родочесей тоже они нашли подлинными, такими беленькими цветочками украшенные. И это письмо они стали изучать и стали его копировать. Копирование это не было точно, но этот почерк можно отличить от королевского бенускула. Он называется антиква, то есть древний. Древний почерк, по их представлениям, он называется антиква, и он более ровен, более четок, более отточен, чем королевский бенускула. Ну, в общем, начертания знаков приблизительно таких же. Вот рукопись 15 века написана антиквой уже. Удобное, красивое, легкое письмо. Ну, об этих украшенных полях мы уже говорили, они в общем такого же типа, как в часословах французских, но здесь в этих украшениях тоже уже отразились украшения королевской книги. так появилась новая письма, новый тип письма. Это было уже сознательное воспроизведение старого текста, не естественная эволюция письма в процессе естественного развития. А вот почерк, изобретенный губанистами на основе циклинного, на основе почерка Ролинского, который они считали римским, и который вошел в очень живое употребление, хотя, в сущности говоря, губанистов было очень немного, и большинство грамотного населения пронесантских итальянских городов вовсе к губанистам был достаточно далек. Циклоны и книги писались, продолжали писаться в катетическом шрифте, в значительной части, но шрифт почек губанистических рукописей книжных, потому что для частных письм были другом почек, который тоже потом окажется нужным, и войдет в последующее письмо к письму более позднего времени, как курсив. Это почерк, так сказать, частного письма, не книжного письма у логиста. А антиква легла вскоре же восток почерка печатных наборов. Как раз в это время, в середине 15 века в Германии Иран изобретает книги печатания, набор подвижных литерами, о печатной книге мы будем говорить в следующих лекциях. дойдем до нее книги, которые печатаны туда носили характер готический, это было воспроизведение, достаточно близкое и точное воспроизведение с помощью набора готической рукописи 15 века. он набрал библию, два библейских домов отдела, 42-срочная библия и 44-срочная библия, разный шрифт и разный дагон. Но и то, и другое была ботика, об этом мы поговорим позднее. Но важно то, что книгопечатания, которые способны по тому виду, изобретено, появились социальные потребности, причины, требовавшие большого количества одновременно книг, при этом книг еще выверенных, лишенных, очищенных от описок и ошибок из сот, которые были достаточно закачистны и накапливались со временем, переходя из одной рукой и все в другую. Это было связано и с большими религиозными движениями того времени, полемикой церковной, которая потребовала большого количества книг. И вот была и притяна книгопечатания. Придя в Италию, книгопечатания вскоре, в том же еще 15-е веке, даже не всасывая в конце, получила хуманистическую, антиквенную форму. Вот перед вами титульный лист одной из гадосарских книг итальянских 1473 год. Это титуль в стихах и очень характерным разысказом ордаментом, скопированным, не то, чтобы скопированным, но, так сказать, созданным под влиянием найденных в расходах античных греческих фресок ордаментальных. и вот первая и одна из первых печаток, один из первых печаток, это ряд титульный. По своей ясности, частоте и прозрачности этот шильм вскоре вошел в употреблении и использовался не только в гуманистической, но и в другой литературе, и в технической, и в ученой, и даже в церковной. На севере дело обстояло несколько иначе, в Германии критический шрифт остался в употреблении вплоть до 19 века, попытки перевода его в антикул были где-то в первой половине 19 века, но окончательно, тоже не совсем окончательно, в общем, они победили где-то уже в 20 веке и все-таки были рецидивы. В фашистской Германии возрождали готику, по идеологическим соображениям национальное наследие и еще по разным стилюмам, причинам, иногда возрождать в этом основном все-таки антикул в Европе победила и стала основным способом книжного набора в европейских странах. обсужда обзор европейского книжного искусства в зене филе. Вот до изобретений вы печатали, до этого главного поворота, поворотного антиклика, новой стилистики книги И второе, к новой технике, к наборной книге. Об этом мы будем говорить потом. Вернемся и на пийские образцы, и на русские тоже. Значит, надо вспомнить, что основная наша тема – это история русской книги, о которой мы будем говорить подруги. И вот вернуться до Востока, когда Россия получает первые книги. Получает тогда их вместе с религией, вместе с христианством. Вот когда в конце 10 века, в 98-м году произошло крещение в Уси, то началось богослужение. И книга стала нужна в богослужении, в практике богослужебной и при обучении религии. И религиозный рай, религиозный учитель, в богослужебной философии и так далее. Но христианство уже не могло обойтись без книги. Откуда взялись книги? Книги были привязаны из Болгарии. Почему? Во-первых, Болгария была христианизирована раньше, чем Россия. Она ближе к Нейти. И Болгария уже имела письменность. Болгарскую письменность, славянскую письменность изобрели два греческих бонаха Кирилл и Мефодий. Миссионеры, которые были отправлены из Византии в Восточную Европу, в Моравию, в Чехию. И там, как это было, я говорил уже сегодня об этом, что византийцы не навязывали свою греческую грамоту другим народам, а давали переводы на их языки. Но так как народы были бесписленные, то именно для этих переводов сочинялась в разные времена, при начале христианства, сочинялась азбука. Вот славянскую азбуку сочинили Кирилл и Мефодий. И была она, собственно говоря, значительно, если это легко, скопирована с греческой. Но были добавлены знаки для звуков, которых не было на греческом языке, и больше было звуков славян, больше новые буквы погребнулись. Но при этом произошло и некоторые изменения, искажения формы знаков. То есть славянская письменность оказалась похожей на греческую и не совсем знакомой при этом. Впрочем, славянская письменность не была дивана. И до сих пор не очень точно известно, какую же, собственно говоря, издруг изобрели Кирилл и Мефодий. Потому что одна из них, называемая кириллицей, это та, которая пошла в широкое употребление, в том числе и в России. А другая, глаголица, тоже достаточно ранее, может быть, и более ранее, потому что, скажем, древние болгарские, самые древние болгарские, которые до сошли, в 10 веках, они написаны глаголицами. Глаголица в Болгарии скоро вышла из употребления, вытеснилась кириллицей, видимо, более удобной, легкой. И хотя кое-где, вот в Хорватии она существовала еще в детское столетие и успела даже получить печатную форму арханской. Это я забыл вам показать. И там до сих предыдущие щитилы. Это богатая рукопись, описанная антихой. Итальянская рукопись XIX века. Титульный разворот, где отрисовали классическим шрифтом, близким к капитальному, к рипскому письму. Зал здесь только чуть-чуть кое-где наступает. Вот классика, которую знали по рипскому архану. Итальянская рукопись, который легло в сторону заглавливаемых натихского письма. Отчасти он присутствовал и в минусных веках границах. Он вошел в качестве заглавного. Итальянская рукопись в новую лады, в унистическую лады. А текст писался один. Это текст аристотелевский. И, конечно, фантастический воображаемый портрет автора Аристотеля, звукового птица. Ну и очень-очень гарярное направление поляне. Исус покажет, что идет поляне. Пешевод, или атоматический, или роскошный. 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 Это тварь. Разворот древнеболгарской книги, написанной глагодицей. Видите, очень странное письмо, я не знаю, сколько вам это видно, но это какие-то крючки, знаки, которые ни на один другой шрифт не похожи. Кто-то из исследователей говорил, что вот что-то похожее есть еще. Но это сходство не подтверждается, то есть в том смысле, что это другие, кстати. То есть нельзя вывести те из этих и не эти из тех. Они только так себе похожи по такому несколько петлеобразному дочертанию. Выдуманный, явно как-то выдуманный искусственный шрифт, который вот так оказался и очень удобным использованием. Вот такой разворот. Как раз, кстати, вот средняя рука. Если я вам все показываю, такие роскошные экзотики, без певиатюры, без сон. Ордаменты. Здесь видите, ордамент очень строкный. Есть, как-то детская, без сон. Это такая простая рядовая рука. Бегает. Имеет тот недостаток, чтобы в них покоробиться. От циррости. В частности, поэтому кодексы имели застежки. Досковый переплет, он сжимался с тем, что молодежь и короткий. Ну, вы видели сильно покоробленные руки. Да, это все типично. Она прожила целое тысячелетие. Так что, можно ли я это прожить? Вот еще глаголическая рука. Здесь видение. Вот, особенно, наверху, в заставке, за главе. Описано глаголицей. Очень странное письмо. Условное, искусственное. И, в конце концов, он, в общем, все-таки не прижимшийся. Инициал органический, естественно. Очень интересно вот что. Вот если этот приписк, этот поляк, она для себя видна в части, если следует. Вот она уже кириллическая. То есть, где-то уже, ну, вот эта строка, тоже она не относится к чехе, а это чья-то позиция. Тоже она кириллическая. Здесь буквы похожи на греческие. Читаются греческие, но они уже славянские. А славянцы, так сказать. Каталог Болгарской Этихи, в котором мы видим Евангелие. Томпейшем Евангелие называется. Томпейшем Евангелие называется. Тринадцатой. Оно написано уже кириллической. К этому времени. Плагорица уже из Болгарии ушла. Вытесли из Милиции. И вот мы видим, как делались болгарские. Она, конечно, отрасль византийская. Но... Как-то опростилась графика. Стала грубноватой. Может быть даже несковарностой. Вот. Не так, как... Ирландская. Вот. Томпейшем все-таки... В позе. Осталось человеческого. Но, тем не менее, вот. Доразмасштабный, еще был. Оторвалительная большая. Плоскостность. И очень нарядное обравление, которое говорит тоже о страсти. 13 век – это такая очень экспрессивная графика, на сколько стоит этого времени. Это уже не самое начало книги. Монгань, который начинается с 10-го примерно века, но сам это и дошедший, когда в 18-м году. Вот, по-своему, очень только-либо красивая и шрифт, который, и не только шрифт, а, собственно говоря, и язык, который не совсем русский, но русичок, времён Владимира Святого, более-менее понятен, он и стал, влёк востоку, не русского, но церковно-славянского языка, то есть того языка, которым написано, церковные книги, переведённые в первые века христианства на Руси. И который, знаете, что раздомордование от агентства отличался, но стал грамотным людям вскоре понятен. Ну, это тоже книга, но в развороте с текстом, с текстовой страницей. Вот такой, несколько утяжелённый, неуклюжий инициал, ордаментальный, ордаментальная доставка, плетёная, плетёнка характерная, характерная признак варварского искусства, которое переходит из него и в христианскую, христианскую культуру. Это всегда, всё-таки, след влияния каких-то древних. Культурных варварсных. Культурных статей. Показываю русскую книгу. Перепрет русской книги. 14 века. Сейчас я начнём с более ранних. Но эту я взял, поставил начало, просто для того, чтобы показать, что это было такое. Вот массивность первых книг на Руси. И, кстати, не только на Руси, это вообще характерно для Средневековья. Да, это просто разлевыразительно. Это рязанский валитвеник 14 века, который, в общем, поможет и сундук. Кулаковым железом. С такими укрепляющими плоскость, на самом деле, иксообразными вставками. И даже имеет ручку, с которой можно открывать или подымать, вести. Тяжёлая, массивная вещь. Кожаный колешок. И вот набитая гвоздика в доске. Переплёты делались из дерева. И очень тонкие дощечки. Такие, вся вот кожа. Это очень такое прочное рисовывание изделия. Первая русская книга, которая нам известна, относится к XI веку. Вы должны точно знать, кто и кто, когда и где написал, потому что сообщил я вам это для самой этой книги. Это Астромирова Евангелие. Написано Дьяком Григориев в Киеве в 1056-1057 годах. Ну, современные были перечисления. И оно, конечно, приведено, как тогда полагалось, «Отсветворение мира». То есть, было другая цена. Ну, это легко переводимо. Астромиров был воевода и посадник в Новгороде. Важный человек. И он заказал написать для себя в Евангелии, которая впоследствии в Новгороде. Санкт-Петербург с собой находился. Потом как-то затерялось. И в начале XIX века в гардеробной комнате и выяснилось, что она не весь... Как она туда попала, не везла? Которая оказалась на древнейшем русском. Но по сравнению с той болгарской геи, когда вы сейчас видите, несколько более поздно. Это, как видите, гораздо более сложное, изысканное и тонкое изделие. Это Евангелия. И идет три миниатюры. Четвертый остаток – свободный лист. Загражающий по традиции четырех листов. Это один из его миниатюристов. Иоанн. В отличие от других, он не пишет, а говорит, диктует. И его ученик Прох записывает за ним тексты. Иоанн. Золотой фон. Ордаментальное обравление такое. Четырехлепестковое. Лев. Парс. Наверку. Столик с лихой. Кипит. И, в общем, это по характеру ордамента и по характеру живописи. Ну, она долго сохранилась, это менять уже, мы покажем, другому она лучше. Это, вязая живописи, византийского типа, но, поскольку, как узнает, Григорий Писан в Киеве, то сделано это уже на Руси. Хотя, может быть, греческий пастер. Григорий Писан в Киеве, когда они помешали в Россию. Часто и среди них могли быть художники, к сожалению. Григорий Писан в Киеве. 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 Похоже на византийские артеклатории искусства. Есть много общих, заметных исследований, много сходства с знаменитыми византийскими перегородочками реманьями. Реманья делались так, на медную пластику напаивались в плоские перегородки, дающие контур рисунка, а в промежутке между ними заполнялись с разного рода эмалью. Здесь многие контуры рисунка и артекла обведены золотой дуркой. И это сближает рисунок в плоскости, тоже похоже на эмаль. Сближает миниатюру с эмалью. Миниатюра естественна, среди духовных миниатюр. Рост всегда многим другим видом искусства своего времени. Это, может быть, код, фреска. В данном случае, это прикладное, изобразительное прикладное. То есть, тоже изобразительное святого, но сделано прикладное. вот тут есть символы этого евангелиста, все полагающиеся к канонам. И, конечно же, я вам показывал сегодня византийские рукописи с миниатюрами евангелистов. Это очень похоже. Это прямое влияние византийского оригинала. Или, скорее, оригинала полгарского, но сделанного либо византийцев, греков, либо его русского, его славянского ученика. Вот тут картинка, растягивающая картинка к символисту. Все это достаточно кирпично. Вот, это Ивангелия от Иоанна, глава первая. Первый заглавный лист Ивангелия, особенного Ивангелия, написано великолепно, тяжеловатым, устойчивым, макучим. Уставок, который восходит к педагогисту, педагогисту, педагогисту. Но суд скажет, что тогда, когда появился в Руси, даже в Болгарии, в Руси этот почерк, византийцы уже писали вирусскую. Это почерк ранних византийских книг, который был использован для образования русского почерка, славянского почерка, пластичный, очень красивый, точно отработанный, медленный, медленный в изготовлении, то есть в письме, и медленный в чтении, с неразелёздными на слова строками. только вот между стихами встанут, такая христообразная стачок, в стихами педагоги. Ну и опять же византийского стиля, и по форме, и по угольник, который у нас вписан на главе Иоанна, глава первая. И по орнаменту, типичный изантийский орнамент, который вписан в чёткую геометрическую рамку, внутри заполнен изденчатые и изденчатые падежи, чтобы цветать. Хороший образец византийского искусства на периферии Византийский империи. Другая древнейшая рукопись русская – «Исборник Святослава». Это уже не церковная книга, это книга для чтения, но тоже церковного содержания. Она сегодня в втором учении, учит быть доброй христианкой. Избрана из разных святых и на архисписе, который изображает некую архитектуру. Видите, арки – «Исборник Святослава». И в средней арке мы видим группу святых, предполагается, что это авторы тех по учению, которые отрывками включены в «Исборник». В это время в древности и византийской, и российской, и русской архитектура в миниатюре изображалась таким образом, что внешний вид и интерьер были, собственно, неразличимы, они сливались. Эти люди находятся, считая, что эти люди находятся в церкви. А мы видим, так сказать, её облик, как будто находясь в них. То есть, видим то, что внутри, то, что снаружи. Там несколько таких византисписов. Вот. Вот другой. Здесь виднее, что это архитектура. А то война почти, так сказать, уже заарламентовалась до почти потери архитектуры. Здесь мы видим купол с крестом. Куб, на котором стоит глава купола. И такую же арху, в которой группа святых. Опять-таки, очень обильно изработанный, подробный архитект. Птицы, которые окружают основное изображение себя, цвета, летают вокруг. А на этой стороне мы видим лист с очень редким изображением. Это князь со своей семьей. Святослав, который был заказчиком книги, Святослав Ярославович, значит, внук Владимира и сына Ярослава Утрова, заказчик этой книги, велел изображать себя и свою семью. Батив, можно сказать, светское изображение, изображение не святых, а обычных людей, реальных. Вещь очень редкая и образцов таких немного. Поэтому я вам покажу еще один образец. Уже не русский, а бангарский и более пустый. Вместе с тем, конечно, характер изображения, в общем, от изображений чисто религиозных, от любого не отличаются. Это тоже самая семья царя болгарского, Ивана Александра, середина 14 века. Вот. 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 Болгарской. Болгарской. И еще одна болгарская книга. Видите, что почек тот же, что у них в первых русских книгах, то есть тот же пустах, полоса, наглами, которая впоследствии сольется с такой склажной, связанную полосу вязи, здесь буквы еще разделены, но уже образуют некое подобие ордами. По своей, по своей будьи, по своей дистанте в стране. Ну, вот, то есть. У нас садовый Александр со своей семьей. Там есть еще десять тела. Идам. Идем. Ну, В древнерусских книг, в том числе, с миниатюрами, с развитием, где развивается способ, так сказать, зрительного поздания мира древнерусских человеков, сохранилось достаточно много. Если от XI века мы сдали, то есть всего несколько экземпляров, то в следующие века дали там уже десятки и даже сотни экземпляров книг. Далеко не все из них имеют миниатюры, далеко не все из них так нарядно украшены. большинство книг все-таки красиво, главным образом, своими отработанными тщательными шрифтами, которые любили и которым умели гордиться древнерусские писцы. «А ты не умеешь так писать, это лихо написано, ты не умеешь так писать, и ты не писец». Это переписка, как одна из текстов, потому что русские переписки очень часто от себя что-нибудь писали на полях, и это не всегда относилось к письму, к тексту, это было что-то, относящееся к его жизни. Книга, которую он писал в течение многих месяцев, была своего рода дневником. Он шел по тексту, который, рассказывал, например, о сотворении Пьера, шеста днева. И вот провинциальный священник, переписка шеста днева, идет, так сказать, от одного дня от творения к другому, а параллельно он живет своей жизнью, и то, как он живет этой жизнью, он помечает на полях, чтобы найти эти его дневники, папасавы 14 века, как повинциальный какой-то пупочек. это утро. не взял, но где-то потерял шаг, так сказать. Продолжение следует... 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 Здесь мы видим, что византийский тип изображения человека, хотя и вне реального пространства, прямо на поле бывания, но пластичный, объемный, в движении, с некоторым далеким видохарактерием. В диалоге он был усвоен Русью и, так сказать, по-своему преобразован, преобразован в эту меняющую. Это Иссийское Евангелие, который XIV век. Кстати, сказать, Евангелие, этот тип Евангелия, иногда называют евангельское чтение. Не четыре Евангелия, где идут подряд тексты четырех Евангелий, каждая всегда с портретами миниатюры. А это Евангелие, разделенные на отрывки, выбранные из всех четырех, и расположенные подряд, когда их читают в церкви. Такой календарь церкви. Это называется по-английски Евангелий Апракос, по-русски евангельский чтение. Но тоже евангелие, приспособленные к церковному обихуду. Ещё одна миниатюра из Евангелия Зонша, тоже XIV век. Вы видите, что в русской книжной границе, книжной живности, точнее сказать. Конечно, эта миниатюра гораздо ближе к живописи, чем к графике. Графика вообще для средневековья не очень характерна. Хотя были и графические, лишённые даже раскраски, чисто контентное изображение. Но вовремя-то они и предназначались для раскраски, и не были бы в этой причине раскрашены. Нужно сказать, что вот рукописная книга, и русская средневековая в частности, она продолжала жить и изменяться. Не только стареть, но могла и получать какие-то новые части. Что дописалось на полях, поскольку тут не было такого контраста. Вот печатный текст, он подлинный. А вот добавка. Только в этом экземпляре, и, собственно, к книге имеющие прямого отношения. Мы уже видели книги с комментариями на полях. Можно написать миниатюру. Вот для меня писец оставил свободные листы. Вот тут художник. Вот написать. А если нет художника? Ну, потом напишут. Это значит, через столетия, через два столетия. Вот в Астромировом Евангелии три листа использования, а четвертый остался чистый. По каким-то причинам, которые нам уже неизвестны. То есть работа вроде бы не закончена. Но книга есть. Книга продолжает жить в таком. Есть какая-то такая мундаментальность в этих миниатюрах. И вы видите, они очень часто повторяют одну из основных, естественно, основных тем. Это миниатюрист, пишущий львами. И здесь тоже стал этот миниатюрист. Но образы получаются разными. Они по-своему, по-средневековому, очень живые. А здесь даже не только по-средневековому. Здесь очень живое движение. Навстречу зрителю, читателю книги, выставящему книгу. Должно сказать, на ряду, что для этого времени едва ли часто можно встретить подобное. Часто поэтому я люблю эту иллюстрацию. Ну, и идем на такой колодке, на столбике, стоит пипитр, на котором можно положить льв, читать, писать. Хотя он только предпочитает писать на коленах. Это стариннейший способ, который идет еще от древнего Египта. Этих столиков не было. Просто разворачивали папировскую список. Светы на коленах. Это человек в античной одежде. Что тоже. Вот это плаще. Это тоже дань традиции. Идет из одной книги в другую. Потому что, если бы средневековый иллюстратор, средневековый миниатюрист сочинял бы своего героя, сам бы его надел в свои современные одежды. Не залились от того, когда этот герой жил. Но так, в случае, он просто пользуется традиционными приемами. А то... Ну и вот на этом пусть я сегодня, наверное, кончил. О русской телевидении нам еще придется говорить много, в том числе и о сентябре. И еще есть несколько картинок, я их поставлю на следующий раз. Это тоже XIV век. Псалтырь. Который называется Псалтырь Иоанна Громдова. Который... Он ее просто... Пожествовал в один из пластырей. Она написана за два столетия до него. В XVI веке. А это XIV век. И я ее показываю вам, как пример другого типа орнамента. То, что вы видите. В XIII-XIV веке, особенно на севере Руси, Допрадевской, расцветает, так называемый, тратологический. Тратологический, переводит с греческого, значит чудовищный. И в самом деле. Он весь полум чудовищный. Вот это... Как читается это, ведь прошлое. Как его расшифровывается. Старую книгу надо уметь читать не по нынешнему, а по тогдашнему. Значит, на верх это центр. В ее пять лам. Все выживляют. Надо понимать, что они стоят у лам. А в центре, да, в центре художника. Выворачивают все на эту плоскость. Вниже, значит, внутри церкви находится цветой, которым посвящен текст, следующий за этой миниатюрой. А на фасаде церкви, или просто на поле, так сказать, на цветном поле, которое положено на церковь, расцветает аргамент, который состоит, во-первых, из переплетающихся лет. Здесь они белые, вы бываете, зная, и цветные. Отведенные. Цветный контур. Переплетенных. Очень сложных. В очень сложных переплетениях. И в эти же переплетениях вмешаны, впутаны какие-то звери, которые иногда кусают друг друга. Мы сразу вспоминаем, что вы что-то подобное уже видели и слышали в элландской миниатюре. Но тут очень уж далеко. Прямых влияний, очевидно, не было. А были какие-то общие в армурских времен корни, идущие от звериного стиля в армурском искусстве, где тоже вот такие вот сцены терзаний, где звери кусают друг друга, летаясь в величины и клубок. И все это, трудно сказать, что это такое. Это картинка, миниатюра, или это аргамент. Вот этот террорологический аргамент, собственно, более почти что декабрьский, входит в священную для его создателей книгу, и служит ей украшением. Вот до протяжения двух-трех столетий, это был, вплоть до XV века, это был основной способ украшения русской церковной книги. Пришло это тоже, видимо, из Болгарии, где террорология появилась несколько раньше, чем в России, прямо до полвека раньше, и дальше уже мы знаем болгарский книг и террорологический аргамент. Ну, а дальше мы перейдем уже в следующий раз. Я не хочу сегодня начинать, потому что нам пора кончать. Через несколько минут перейдем к очень высокому расцвету русского книжного письма. В конце XIV века мы переходим к 15-му, а вот это мне не хочется. В следующий раз. Вопросы у вас есть ко мне? Да, а почему такой более языческий аргамент появился позже после книги, чем такой вот византийский? А вот очень простой причине, потому что византийский просто пришел из византии вместе с самой книгой. А потом уже начали разбиваться какие-то местные особенности. Да, так сказать. Первые книги, которые пришли, они имели уже сложившуюся свою форму. И ее не трогали. Ее воспроизводили. За первыми Евангелиями, за Астробировым, даже за сборником, который вроде бы уже не священная книга, за сборником Святослава лежат какие-то образцы болгарские, а за болгарским и греческим, из которых возводился не только текст переписывался, но в значительной степени и оформление. Оно как-то менялось при переходе из одной книги в другую. Менялось постепенно, а основной тип был задан. А в XIV веку это уже расшаталось, можно было сделать и посол. Как нравилось, видимо. Мы в психологии этого времени, так сказать, приблизительно будем понимать. Как, кстати, Попов Сауна, который даже сто днём пишет о пройтившейся свинье, и к тому же побидают святую в день, который произошел. Вот у него такая психологика про нас тоже чужая. Но она была. А вот тут и с вами разные сети. Кто еще? А вот культур, что все время с юга как-то на север, или были какие-то взаимные такие объекты? То есть из России, например, Болгария, что-то там произошло, свои какие-то были? Ну, в разной лиге было по-разному. Что-то могло идти в обратную сторону. Ну, дело тут вот такое. Древний период. Древнерусское искусство. Основной поток шел все-таки из Болгарии в Россию. Ну, во-первых, потому что более раннее христианство. Раньше так началось это. А во-вторых, русская хрига была, может быть, потому что она окраина была более архаичной и более консервативной. Медленнее менялась. Я думаю, что это может быть связано с тем, что ну, вот в Россию пришла именно церковная книга. Первая. Вместе с религией в церковь. И книга была сразу же священным предметом. Любая книга, потому что она уже прямо связывалась. Она участка в новом служении. она украшается. Украшается. Ну, как икона. К иконе делают оклады. Ну, и на книгу церковную тоже на переплет прибивает оклады. ювелирной. Мы в следующий раз увидим несколько. Драгоценными камнями ее можно украсить. То есть это священный предмет, который, форма которого тоже священна. и изменения в ней, конечно, происходят. Но они замедлены. И вот в русской средневековной книге развитие изменений было замедлено. В Болгарии они каким-то, видимо, историческим причинам происходили несколько быстрее. Тоже не очень быстро. Но, немножко быстрее. И поэтому многие черты определенного этапа развития русской книги оказывались уже где-то испробованными в Болгарии. А связи у единоберцев и говоривших почти на одном языке, тем более, что славянские вместе с книгами пришелы в Россию, были активные и постоянные. Они продолжались. И книги шли. Ну, конечно, в Россию приходили книги прямо из-за греческих книг. И бывали русские люди, в том числе и художники Константинополя. И могли там учиться. А могли и на Руси учиться у греческих мастеров. Тоже бывало. Мы видим такие образцы тоже. То есть, это была вообще сложная система связей художественных и религиозных и политических, которые, ну, говоря, в курсе истории книжного искусства мы все эти связи проследить не можем, говорить только вот о том, как это выражалось в искусстве, она связана очень в том, что связи другого характера, общего и тут. Еще вопросы? Понятно, потому что все это, конечно, осталось и краткое изложение. Книг, как я говорил, очень много. Они репродуцируются и тогда воспроизводятся целиком, то есть страница лист за листом, разворот за разворотом, натуральную величину. Самые знаменитые книги и так сделали. И просто рассказывать об этом гораздо подробнее. Нам надо пройти всю историю русской книги, дойти до наших дней. Приходится кое-что рассказывать коротко, основных, самых ярких примеров. Нет большого смысла? Тогда на следующий раз. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok